О спорте. На выходных Курская Динамо встречалась с одним из самых титулованных клубов советской эпохи – Ногинским Спартаком. В своей истории красно-белые становились чемпионками СССР, семь раз завоевывали серебряные и трижды бронзовые медали чемпионатом. Однако сегодня Спартак далек от чемпионских амбиций. Подробнее о матче в нашем сюжете. В начале встречи баскетболистки Динамо демонстрировали не самую уверенную игру. Это позволило гостям из Ногинска выйти вперед и даже некоторое время удерживать преимущество. Но уже вторая десятиминутка расставила все на свои места. Спартак потерял игру и во второй четверти девушкам из Ногинска удалось набрать только четыре очка против двадцати динамоцких. Повлияла на это и ситуация внутри подмосковного клуба. Игра складывалась не совсем так, как мы рассчитывали. Тем более у нас на прошлой игре уволили тренера нашей команды. Это, конечно, повлияло на наш настрой. Сыграть в этом матче получили возможность все игроки динамоцкой скамейки. Итог встречи – 74-51 в пользу Курска. Команда с амбициями была. И мы знаем, как они могут играть. Они уже дома обыграли. Надежду обыграли. Конечно, там были другие, была ситуация. Но они приехали здесь выиграть. Приехали. Мы знаем, что они могут и забить, могут и играть. Сегодня динамо занимает третью строчку российского чемпионата. Следующие игру курские девушки проведут на выезде. 1 февраля в рамках Еврокубка они встретятся с Руженбироком из Словакии. Глеб Арфенцев, Антон Латышев, Телеканал Си.